Завершился республиканский межрелигиозный форум. На протяжении шести дней более двухсот участников, представляющих три мировые религии, ислам, иудаизм и христианство, прошли образовательную программу, выступили в спортивных турнирах и посетили исторические достопримечательности республики. Обо всем этом расскажет Гамзат Нурмагомедов. На закрытие слета приехали представители власти и духовенства республики, именитые спортсмены и общественные деятели, а также гости из соседних регионов, выступающие отмечают необходимость подобных мероприятий для мирного межконфессионального сосуществования и ограждения молодёжи от воздействия псевдорелигиозных течений. Одна из главных задач нашего слёта – это было общение друг с другом. И думаю, в ходе, в результате этого общения у нас у всех больше появилось взаимного понимания, больше появилось взаимного уважения. Это, я думаю, самое главное на сегодняшний день. Мы все это понимаем, и мусульмане, и христиане, и иудеи, чтобы молодые люди воспитывались именно в традиционных религиозных ценностях. У нас общая задача, у нас общий дом, общие цели. И на этом пути хочется пожелать всем нам Божьей помощи, помощи Всевышнего, в котором мы очень нуждаемся. После пожеланий и поздравлений со сцены звучат строки священных писаний ислама и христианства. ПЕСНЯ За время пребывания на форуме молодые люди прошли образовательную программу. Для них выступали не только авторитетные религиозные деятели, но и специалисты в области организации ведения социальной работы. Очень важно, чтобы современная молодежь получала идеологическое образование, чтобы она была просвещенной, грамотной, чтобы она разборчивой была в этих сложных, в этих трудных и острых вопросах. Помимо образовательной программы, ребята соревновались в спортивных турнирах по футболу, волейболу и стрельбе из лука. Победителям-брузерам вручили грамоты и копки. Что примечательно, каждая команда состояла из представителей разных конфессий. Очень приятно, что сегодня такой форум здесь проходит. У нас в республике не первый раз, но в этом году, по-моему, она один из лучших форумов, поэтому хочу поздравить всех молодых ребят, пускай занимаются спортом, укрепляют свое физическое здоровье. Для участников также организовали поездки в Дербейте-Ахульго. В древнейшем городе они посетили крепость Нарымкала, соборную мечеть, церковь и синагогу. В высокогорном Ахульго ребята постили мемориал общей памяти и познакомились с великой историей имама Шамиля. Я никогда раньше не был в горах, начну я с этого. Мне очень понравилось, вообще, это так, вообще, аж дух захватывает. Больше ничего не могу сказать. Понравилась крепость. Конечно, идти туда долго, тяжело, но нормально. Мне очень понравилась, особенно лекция. В завершении церемонии с закрытия слета участникам вручили памятные сертификаты. Учитывая то, что к нам приехала активная молодежь, все-таки из муниципалитетов, от конфессии, мы надеемся, что эта молодежь, вот тот опыт, те знания, которые они приобрели здесь, они используют в своей практике, в своей работе. И, несомненно, работа, выполняемая ими, будет на более профессиональном уровне в дальнейшем проводиться. Вот и закончились плодотворные дни форума. Несомненно, каждый его участник унесет с собой ценный багаж знаний, новые знакомства и, конечно же, приятные воспоминания. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Карабдахкенский район. Гамзат Нурмагомедов, телеканал Нурмагомедов, телеканал Нурмагомедов, телеканал Нурмагомедов, телеканал Нурмагомедов, телеканал Нурмагомедов. Гамзат Нурмагомедов, телеканал Нурмагомедов, телеканал Нурмагомедов, телеканал Нурмагомедов. Гамзат Нурмагомедов, телеканал Нурмагомедов, телеканал Нурмагомедов, телеканал Нурмагомедов, телеканал Нурмагомедов, телеканал Нурмагомедов, телеканал Нурмагомедов.